Его можно ответить не тайно, похолодание, утепление. Знаете, этот вопрос он изучит. Тут мне не сложно его ответить, тем более, что это и мой ответ. Вообще, когда выступает представитель Федеральной службы полиэнергетерологии, он представляет себя как таковым. Себя каждый человек представляет на семинаре, на ученом совете, где он представляет свои идеи. Председатель Роскедромета рассказывает о том, что был коллектив этой службы, очень красивая служба, математики, физики, метеорологии, дровоге, океанологии и так далее. Так вот, ответ на вопрос достаточно просто, даже не только в нашей стране, в мировой практике уже будет хорошо изучать. Существует такая организация, по-русски называется ГЭИК, Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Так вот, анализируется, какие тенденции климатические существуют, чем они обусловлены и так далее. Есть астрономические факторы, которые говорят о том, что да, существуют циклы потепления и похолодания с временной масштабом. В общем, это математическая теория, ну, здесь вот, Миланковича, более 100 лет назад, в 12 лет, она связана с астрономическими факторами. Кстати, 22-тысячные факторы тоже. В периодах холода и потепления есть луканическая генера, есть, там, насчитается, связи с Юпитером, есть, ну, много, да, есть еще целые факторы уже внутренней динамики атмосферы, но они все имеют огромный масштаб, ну, минимум 100 или сотни лет. То есть любые природные изменения, в том числе и похолодания, дополнительные, они эволюционные, медленные. Есть один процесс, который сейчас происходит, он впервые происходит вот в течение жизни нашей планеты. А нашей старушкой планете 400 миллиардов лет. И были периоды, когда температура была, средняя глобальная температура, в общем, сейчас на 10-15 градусов, были периоды, когда ниже на 10 градусов. Казалось, ну, чего ж беспокойство, подумаешь, температура повышается, ну, не может. Никогда здесь период существования планеты не было такой скорости. А если вы видите последние 10 лет, то ускорение происходит. Почему? Потому что в формирование глоботов вмешивается человек, уже сказать, человечество. Вот, как создать. Работа всевозможных предприятий, промышленных сруктур, химических сруктур, добывающих сруктур, много транспортное значение, да, там, да, выхода приводит к тому, что в атмосфере появляются, так называемые, промышленные базы. И вот этот эффект, превалирует, он, ну, вот, в научных исследованиях, что показано, что вес его существенно повышает вес всех тех факторов, которые, например, взаимодействие атмосферы океана, долгое время, да, оно есть, оно описывается, но оно медленно, а вот этот процесс очень весен. Поэтому, суммируя все эти ленинки, уверенно можно говорить, что для потепления климата будет продолжаться.